9 мая 2024 года была отмечена 79-я годовщина со дня Великой Победы. На привокзальной площади состоялась торжественная церемония возложения венков к подножию памятника. Каждый год 9 мая ветераны Великой Отечественной войны надевали свои боевые награды, встречались с соратниками-однополчанами молодым поколением. Но, к сожалению, в последние годы их становилось все меньше и меньше. В этом году в возрасте 97 лет скончался последний ветеран Бурлинского района Михаил Шепель. В честь 79-й годовщины Победы Великой Отечественной войны в Оксай прошло возложение венков и цветов к памятникам павших воинов Великой Отечественной войне. В церемонии принимали участие Аким Бурлинского района, Аким города Оксай, председатель района Умаслихата, председатели Совета ветеранов, Совета общественного согласия района, руководство районных отдела полиции, отдела обороны, прокуратуры, поликлиники и других учреждений, руководство и представители крупных компаний. После чего участники церемонии «Минуты молчания» почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны, всех, кто отдал жизнь за спасение Родины. Советский народ потерял более 20 миллионов своих людей на пути к победе. Наш последний ветеран, участник Великой Отечественной войны, покинул нас в этом году. Я прошу молодое поколение не забывать об этом дне. Во все времена это должен быть самый большой праздник, самый достойный внимания день. Желаю всем живым быть в добром здравии и встретиться в следующем году на юбилейной 80-й годовщине победы. На сегодняшний день в Бурлинском районе не осталось ветеранов-участников Великой Отечественной войны. Есть 179 ветеранов тыла. В годы Великой Отечественной войны из Бурлинского района было призвано в ряды советской армии 4608 человек. «Хотелось бы поздравить всех наших жителей Бурлинского района, также всех казахстанцев. С днем такой великий день, который отцы наши деды привезли. Это День Победы. Это никогда нами и нашими предками никогда не будет забываться то, что они привезли нам мирную жизнь. Бурлинский, сыной своей жизнью. Многие не вернулись от рана. Я сам узнаю, что такая война. Потому что с детства... У меня отец был ветеран Великой Отечественной войны. Вернулся ранен без одной ноги. У меня потомок. У меня всем оставшим в Казахстане мало ветеранов Великой Отечественной войны. Даже по области где-то 40-70 человек. Хотелось бы, чтобы они долгой жизни, чтобы они всегда были примерами для нас, для будущего потомков. Ну, конечно, всем желаю мирного неба, чтобы такой войны больше нигде не было. День Победы – праздник, объединяющий всех уже 79-й год. Праздник, в который каждый человек проявляет благодарность к живым и уже ушедшим из жизни ветеранам Великой Отечественной войны. Майя Амирова, Азамат Бабагужеев, телестудия Корычаганак.